Сегодня ситуация на дорогах Славянского района оставляет желать лучшего. Хоть и сотрудникам ГИБДД удалось снизить аварийность по некоторым показателям, цифры статистики не утешают. Каковы причины сложившейся ситуации и как изменить ее к лучшему, выясняли мои коллеги. 89 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек погибло и 112 получили ранения. Такими стали 7 месяцев 2017 года. Эти цифры значительно выше аналогичного периода прошлого года. К сожалению, статистика дорожно-транспортного травматизма сегодня стремительно растет вверх. Как правило, летний период обусловлен тем, что значительное количество транзитного транспорта движется по дорогам нашего района, как в сторону Азова-Черноморского побережья, так и в сторону Республики Крым. Что, соответственно, как все жители Славянского района и гости видят, затрудняет движение по основным улицам и магистралям района. Соответственно, и увеличится количество дорожно-транспортных происшествий. За год в автомобильных авариях погибает больше людей, чем в авиа- и железнодорожных катастрофах. И несмотря на это, водители продолжают нарушать правила дорожного движения. Выезжают на встречную полосу, не желая стоять в пробке, не пропускают пешеходов, чтобы не тратить свое время. В этом году по причине выезда на встречку было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 6 человек погибло и 30 получили ранения. Также зарегистрировано 4 аварии с участием пешеходов, в котором 1 человек погиб и трое получили травмы. «Первое очередное, на что необходимо обратить внимание нашим жителям, водителям нашего района, это все-таки на бдительность и проявление уважения, в том числе и к приезжим гражданам, поскольку все прекрасно понимают, что погодное условие устоялось, довольно-таки теплое. Плюс сказывается усталость в движении на автомобилях, как в одном, так и в обратном направлении. В связи с чем необходимо быть более внимательными, бдительными». Постоянные напоминания и призывы сотрудников ГИБДД к соблюдению правил дорожного движения не всегда оказываются эффективными. Водители, да и пешеходы порой слишком беспечно ведут себя на дорогах. А ведь это то место, где всегда необходимо быть предельно внимательным и проявлять уважение к друг другу. Тогда и трагедий можно будет избежать. «Я считаю, что виноваты водители в первую очередь. Я вот перехождила сейчас с садика. Не останавливается, пролетает мимо, как будто так и нужно с ребёнком». «Думаю, быть повнимательнее на дороге, не нарушать правила, соблюдать правила. Будет всё в порядке». «Водители соблюдают правила движения. Подойдёт по переходу, они едут вниз». Дорожно-транспортное происшествие происходит в одно мгновение, а последствия могут растянуться на долгие годы. Берегите себя и своих близких, а также маленьких пассажиров. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте законопослушны на дорогах. Не спешите умирать, ведь дома вас ждут родные люди. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Сергей Тимовский. Программа «События».